В связи с описанием караимского языка, в этом контексте еще о народе караимов решил здесь снять ролик. Но вообще караимство это раскол был первоначально в иудаизме, то есть там позднее часть видимо Капчаков приняла иудаизм именно в этой версии, не знаю там в Крыму или где, это уже такие исторические проблемы. Караимы, значит происходит от слова кара читатель, то есть от которого также и слово Коран, то что арабский и иврит это родственные языки, как известно. Официально возник примерно в 8 веке нашей уже эры, то есть это раскол между иудеями по вопросу признания Талмуда. Караимы отличаются тем, что они считают, что священным писанием является только Танах, а уже значит последователи этого Танаха они могут сами рационалистически его определять, то есть не требуется какой-то еще дополнительной традиции. Но вот близкая наша позиция в Манихесте, то есть что мы рационалистически определяем толкование наследия Манихейского и применяем вот в зависимости именно от разума, не пытаясь воспроизводить какую-то конкретную традицию. Но близкое караимство относительно иудаизма. Сами караимы различные высказывают позиции по поводу того, откуда, когда это, что произошло. Естественно, ну прежде всего они апеллируют к тому, что всем известно, что в период второго храма было много направлений в иудаизме фарисеи, саддукеи, есеи и так далее. Вот в частности саддукеи придерживались только Тора Моисея, а вот фарисеи они как раз основали современный иудаизм, который имеет также и толкование в виде Талмуда дополнительного. Кроме того, там были и другие группы, поэтому к этим группам они себя относят, караимы. Они пытаются их, в принципе, обвиняют, что это продолжение саддукейства. И во многом научная позиция сейчас именно такова, что это какое-то развитие идеи саддукейства в еврейской среде. Но сами караимы часто это отрицают, говорят, что там были какие-то еще такие группы, которые не признавали Талмуда, не признавали толкование фарисеев, но в то же время и не были саддукеями, вот они к ним восходят. Официально, да, вот был, значит, патриарх Анан бен Давид Ханаси, это 715-811 годы он основал такое официальное современное караимство. Позиция иудаизма, как бы, то есть, ну, будем говорить, раввинизма, да, то есть, вот фарисейской версии иудаизма, она именно такова, что это все придумал Анан в 8 веке. Вот я как раз посмотрел еще иудейскую энциклопедию, чтобы хорошо их позицию изучить перед этим роликом. Вот они считают, что Анан, он боролся против своего брата, там по каким-то залидерствам среди евреев, причем боролись они активно, и местные власти, которые были мусульманские, они решили в это вмешаться, потому что идут какие-то беспорядки среди евреев, и посадили его в тюрьму. И вот в тюрьме какой-то мусульманин ему посоветовала Анану сказать, что у них проблемы не личные с братом, а религиозные, что он исповедует не иудаизм, а какую-то новую религию. А для того, чтобы объяснить, в чем эта, собственно, религия заключается, бери любые, какие есть споры у евреев и занимай противоположную позицию, той, которая у большинства евреев, так и получится новой религии. Но Анан даже и круче решил, он решил вообще весь Талмуд отрицать, и, так сказать, точно выяснилось, что у него совсем другая религия. И первоначально, как вот сами же и раввинисты признают, караимы очень круто взошли, то есть они критиковали за то, что традиция может быть искажена, они изучали хорошо еврит, который был уже забыт, не изучали хорошо Танах, и в этом плане они сразу стали такими авторитетами инвеналистическими. И это способствовало тому, что среди евреев они в значительной степени приобрели немало последователей, но где-то к XII веку появились уже современные маймониты и так далее, такие философские, уже обоснованные философы еврейские, и они вытеснили в значительной степени караимов из евреев, и караимы начали заявлять, что они вообще не относятся к еврейскому народу. Вот эта позиция сейчас официально занимается евреями, что это не евреи, что это не иудеи, а это отдельная религия, которую основал один еврей. Ну, другой еврей основал, допустим, христианство, так что еще один еврей что-то там основал. Это вот позиция раввинов. Караимы, пользуясь своими отличиями, вот, допустим, они часто избегают всяких преследований евреев. То есть, когда, допустим, государство преследует евреев, допустим, при царизме, они, допустим, говорили, что они не евреи. Известно, что Николай II был порядочным антисемитом, но к караимам он относился нормально, и он посещал там караимскую синагогу в Евпатории, и, в общем, что-то там даже с ним, по-моему, фотографировался, я не помню, но, в общем, демонстрировал, что против караимов он ничего со своей стороны не имеет, а только против евреев. Научная позиция сейчас такова, что действительно было существенное разнообразие среди евреев изначально. И я вообще придерживаюсь библейского минимализма, то есть я считаю, что оно было, потому что они недавно и создали Танах, то есть они создали Танах где-то во II-III веке, естественно, у них продолжались споры и вокруг Танаха, и вокруг его интерпретации, потому что это была, на самом деле, новая религия. Обнаружены там советские кумранской общины, обнаружены, естественно, длительные дискуссии между саддукиями и фарисеями, и во всем этом значительно что-то нечто похожее на караимов действительно находит. Поэтому в целом научная позиция, что да, скорее всего, да, был Татанам бен Давид, но он опирался на предыдущую определенную традицию вот этого диссидентства и разнообразия в иудаизме, потому что фарисеи были только одним из направлений, которое позднее стало доминировать, написало Талмуд и так далее. Значит, современное положение какое? Около 30 тысяч караимов, которые в основном генетически, видимо, все-таки евреи, но вот получилось, что и тюрки есть. Они, значит, обратили какие-то группы тюрков в это. Они признают большое количество пророков, то есть потенциально могут караимы объявить пророками также Христа, Магомета, не знаю, Манихая, потому что у них потенциально много пророков после Моисея. Но, значит, они считают, что те пророки, которые не соответствуют Торе, они, естественно, исказили. Поэтому у них есть основания и не признавать. То есть тут можно как бы так определенно есть. То есть они могут сказать, что, допустим, Магомед специально упростил Тору, чтобы язычники приняли хоть какую-то форму. Такая позиция возможна в караимстве, насколько я понимаю. Ну, в общем, признают они в качестве откровения Бога только Танах, но не Талмуд, не Коран, не Евангелие и так далее. Поэтому у них порядочное вот это буквоество, то есть они пытаются любые интерпретации исключительно Танахом. То есть если они не могут на буквальный смысл Танаха сослаться, то они игнорируют, считают, что это люди придумали. Ну, в принципе, все равно вот ту догматику, которую они конструируют по Танаху, она, естественно, довольно близка и к фарисейскому иудаизму. Они не соблюдают никаких праздников, кроме упомянутых в Танахе. У них обряды тоже, значит, только Танахические. Но дело в том, что в Торе многие вещи конкретно не описываются, поэтому все равно караимы вынуждены давать какие-то свои интерпретации, формулируют как-то более точнее, как тот или иной обряд выглядит. То есть все равно какая-то своя традиция они вынуждены делать, потому что, в принципе, они в ту же ловушку, что и протестанты попали, что невозможно полностью, допустим, из художественного текста полностью получить религию. Все равно вы будете интерпретировать. Ну, и они это, в общем, получается, признают, что принцип рациональной интерпретации. То есть нужно доказать, что ты интерпретируешь рационально. Чтобы показать, правильная интерпретация или нет, нужно показать, что она разумная. Ну, вот это принцип правильного. Таким методом мы можем получить религию из художественного текста, но проблема такая, что мы можем получить несколько религий, потому что художественный текст к этой системе образов, он заведомо предполагает несколько интерпретаций рациональных, потому что образ более богат по семантике, чем, допустим, термин. То есть это такая элементарная вещь из области семиотики, которую многие последователи как-то так религии смотрят на нее, как баран на новые ворота, хотя она общепонятна и элементарно ясна. Вернемся к араимам, посты у них тоже есть, те, которые упомянуты в Ветхом Завете. Вот, собственно, таблица разногласий. В целом, заметно, что не очень их много. Это вот, собственно, разногласия в мелких этих обрядах. Ну вот, странно, что празелитизм украимов, на самом деле, позиция у них, получается, раз и на протестантской, то более открытая. Странно, что они не разрешали принятия в свои ряды, и даже, мне кажется, это странно в связи с тем, что они приняли, получается, в свои ряды каких-то татар крымских. Вот, раз они есть, реально, значит, у них не всегда была вот эта позиция, что нельзя принимать. Потому что откуда тогда взялись здесь тюркские караимы, их явно приняли. Взаимодействие у них с раввинизмом, христианством и исламом в целом плохие, раз они пошли по пути такого маленького закрытого сообщества. То есть, естественно, их богословы критикуют христианство, критикуют ислам и критикуют, естественно, и раввинические направления. Но их очень мало, это в основном такое культурное наследие, в основном такое, как бы, больше такое явление истории, чем актуальный такой соперник раввинизма или там мусульманства, или там чего угодно. В общем, это вроде как такой, больше такой курьез, который изучают ученые, а не реально какое-то массовое движение религиозное. Продолжение следует...